Наше маленькое чудо – достижение российской науки. Перма первого самца расписывается на всех яйцеклетках женщины. Всего, б***ь! Наши дети прямо из роддома. Девочки пойдут на панель. Вот это поворот-банан невроза. Человек создавался в качестве раба, в качестве слуги. Технология по их созданию была запущена инопланетной цивилизацией. Неизвестная тарелка МВО с планеты Чики-щики-пук. Последние два миллиона лет была только одна народность. Она писала только на одном языке. Этот язык был русский. Лоббережская премия этому господину. Русские женщины – последовательницы демоницы лилит, которых портят мигранты. От орального секса бывает рак горла, а либералы – это зверолюди, которых создали инопланетяне. Тихо, звери. Да, похоже на какой-то бред или эфир канала РЕН-ТВ. Рассмотрим чешуйки одного из популярных сортов – ананаса. Некоторые видят на них символ шатанистов. Пентаграмму. Но всё это заявление из статьи в петербургском научном журнале «Юридическая наука. История и современность». Статья посвящена российской семье, точнее тому, что её уничтожает. Да, друзья, может показаться, что это бред какого-то сумасшедшего, но это коллективное творчество. Авторами статьи названы главный научный сотрудник «Юридического института в Петербурге» Михаил Сальников, депутат Госдумы Игорь Ананских, доктор юридических наук Николай Литвинов, генерал-лейтенант запаса ФСБ и атаман Иван Миронов, а также гендиректор клинического санатория Илья Харин. Как видите, среди авторов есть даже люди с научными степенями. Но, оказывается, это не гарантия адекватности. Я решил вспомнить самые безумные теории современных российских ученых и разобраться, в чем они были неправы. Запасайтесь попкорном, будет весело и безумно. Ну а начнем, конечно, с этой потрясающей статьи. В ней еще много интересного. Ой, на проблему напали. Друзья, а какой месяц для вас самый грустный? Британский психолог Клифф Арнольд в 2005 году ввел термин «грустный понедельник» — так называется наиболее депрессивный день года. В своих расчетах ему нужно было найти не только конкретный день недели, но и месяц. Арнольд считает, что самый грустный месяц — это январь. Ну, все очень просто — новогодние рождественские праздники уже закончились, на улице темно, холодно, и уже в январе становится понятно, что данные в новогоднюю ночь обещания самому себе вряд ли выполнимы. А это, в свою очередь, сильно демотивирует. Конечно, его теория не считается научной, тем более, что дни после новогодних каникул — это не время для грусти и депрессии, а просто затишья перед новыми праздниками в феврале и марте. Ну, смотрите сами, что у нас в феврале. В феврале у нас день Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта — это праздники, к которым тоже нужно готовиться. Думать, как их провести, и еще бегать по магазинам за подарками. Хотя, стоп! Можно по магазинам не бегать, а заказать на Озоне потрясающий кофе «1984». Друзья, в очередной раз напоминаю, что кофе «1984» — это отличный подарок для кофеманов на любой праздник. Спешлти кофе «1984» — это шесть разных вкусов. К примеру, у вкуса сочный, яркая фруктовая кислотность, напиток обладает долгим послевкусием шоколада. У сильного мощный ягодный вкус, который в сочетании с шоколадом дает бархатистые ощущения бисквита. Вкус понятный, сладкий, с тонкими нотами вишни. Он создает гладкое, плавное, округлое ощущение и оставляет узнаваемые шоколадные оттенки в послевкусии. Набор кофе в дрип-пакетах чистый, обладает сбалансированным, ровным и шелковистым вкусом. А спустя несколько секунд во рту появляется отчетливое ощущение темного шоколада. У крепкого вкус насыщенный, он создан для тех, кто любит пить кофе с молоком. Но молоко здесь очень важно, оно не перебивает вкус кофе, а наоборот подчеркивает ореховые шоколадные оттенки. А вот спокойный — это дикав. То есть кофе без кофеина, его можно пить даже ночью без вреда для здоровья и сна. И все это вы можете купить уже сейчас на Озоне. Тем более, что в ближайшие две недели будут скидки на все вкусы и миксы. Это прекрасная возможность заранее закупиться подарками на череду праздников. Так что, друзья, переходите скорее по ссылочке в описании к этому ролику и выбирайте свой любимый вкус кофе 1984. Мой любимый, сочный. Итак, авторы псевдонаучной статьи уверяют, что русская семья в опасности из-за происков коллективного Запада и демократии. Западные ценности привили россиянам разврат, а население страны уменьшается из-за того, что русские девушки не хранят себя до свадьбы и спят с иностранцами. Наглядным примером последствий секса с инородческими сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола отдавались неграм. В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых, генетически здоровых своих мужей, детей не в мать, не в отца, а в черного и дебильного молодца. Но каким образом русские женщины рожают от славянских мужчин афроамериканцев, спросите вы. По мнению авторов статьи, женское тело хранит информацию обо всех сексуальных партнерах. Если контакт был в презервативе, память сохраняется в виде некой информационной волны. А на случай незащищенного секса в статье дается еще более дикое объяснение. По словам авторов, мужские сперматозоиды — это прямо какие-то вьетнамские партизаны. Американцы исследовали все пути поступления спермы в женский организм. Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже, они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге. Соответственно, на момент оплодотворения яйцеклетки все сидевшие в засаде сперматозоиды устремляются туда. В результате ребенок рождается не от мужчины, способствовавшего оплодотворению, а от всех предшественников. Жуть, правда? Но авторы на этом не останавливаются и рассказывают о чудесах, которые нам подарила демократия. Ну, правда, звучит как агитация за всех демократов мира, только послушайте, я цитирую. Демократия породила оральный секс. Да, правда, и тут не обошлось без подвоха. Оральный секс способствует раковым заболеваниям горла и ротовой полости. Вирус передается именно во время орального секса. Почему рак горла бывает и у гетеросексуальных мужчин, авторы статьи не объясняют. Зато у них есть замечательный ответ на вопрос, почему американцы, европейцы и всякие инагенты хотят навредить России. Все очень просто. Они зверолюди, которых создали инопланетяне. На планете Земля живут люди двух основных видов. Люди Земли, созданные по образу и подобию божьему, и люди, созданные из праха земного, с помощью космических генных технологий. Эту странную статью в итоге удалили с сайта научного журнала, но в открытом доступе еще немало безумных антинаучных теорий и высказываний от российских ученых. В результате грехопадения вся Земля и вся совершенная вселенная, созданная Богом в процессе творения, впала в тление. Человек разрушает Землю из-за своих грехов. Сами по себе такие заявления слышать на богословской конференции неудивительно. Если бы они звучали, например, от священника. Но это выступление директора Института общей генетики Российской Академии Наук. Весной этого года Александр Кудрявцев поразил все научное сообщество заявлением, что до библейского всемирного потопа человек в среднем жил 900 лет. График такой, его можно часто найти в интернете, я сам его строил. Это продолжительность жизни наших праотцов. И мы видим, 900 лет после потопа продолжительность жизни падает. По мнению Кудрявцева, продолжительность жизни человека все еще снижается из-за того, что человечество не перестает грешить. Хотя, если верить настоящим научным данным, люди, наоборот, стали жить дольше благодаря прогрессу, эволюции, развитию медицины и так далее. Рекорд продолжительности жизни человека на сегодняшний день это чуть больше 120 лет. Это достигнуто в современное время, когда существуют и лекарства, и развитая медицина. Раньше люди жили намного меньше. И на самом деле это последние, скажем так, 50 лет в среднем в мире прорытной жизни выросло лет на 15. Каким же образом в картине мира Кудрявцева неправедное поведение влияет на продолжительность жизни? А все просто. Грех вызывает мутации. Вот так, друзья, можно забыть про радиацию и генетику, про все на свете. Все, что вам рассказывают учебники и всякие умные книги, главное не грешить. Такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом. Оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже. И в этом плане становится понятно мне, по крайней мере, утверждение о том, что дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих. Но это действительно так. Поврежденные мутации гена, если мы предположим, что грех вызывает генетические мутации, не может восстановиться такой ген сам по себе. Ну разве только чудом божьим. На самом деле радиация и другие внешние факторы далеко не главная причина мутаций. Чаще всего они возникают из-за ошибок при копировании ДНК и далеко не всегда приводят к болезням. Так вот, процесс копирования ДНК, это такой биохимический процесс. Он происходит на уровне отдельных молекул, которые должны в правильном порядке присоединиться. И иногда присоединяются неправильные нуклеотиды. Иногда напротив одной буковки встает не та, которая должна там встать, а другая. И у нас есть на самом деле достаточно сложные системы. Репарации ДНК, починки ДНК, которые пытаются мутацию устранять. Но и они не в состоянии делать это в 100% случаев. Поэтому мутации, они неизбежны. В том числе, благодаря мутациям и происходит эволюция. Также из-за мутации на Земле существует такое большое разнообразие среди людей, животных, птиц и растений. А если верить Кудрявцеву, то даже какой-нибудь комар и тот грешник. Какой грех есть у бактерий? Или какой грех есть у утконоса? Какой грех есть у панды? Да, мутации есть у всех абсолютно живых организмов. Не только у людей, которым, опять же, с точки зрения такой религиозной идеи свойственный грех. Потому что у них есть как бы свобода воли. И поэтому мы можем выбрать сделать какой-то плохой поступок. И поэтому за это будем гореть в аду. Это выступление Кудрявцева вызвало бурную реакцию в научном мире. Все-таки это не рядовой биолог, а академик и директор научного института. Комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук выступила с заявлением, что теория Кудрявцева является антинаучной. А Вавиловское общество генетиков выпустило заключение о том, что Кудрявцев наносит вред всей российской генетике. Смешение научных знаний по генетике с религиозными догмами не может рассматриваться как частное мнение автора, а неизбежно трактуется как официальная позиция научного сообщества, коль скоро автор в силу занимаемых им должностей определяет направление исследований в области генетики в России. Такая позиция и ее пропаганда наносят ущерб престижу генетике. В АГИС следует отмеживаться от данной концепции. Говорится в заключении Вавиловского общества генетиков и селекционеров РАН. Как вот раньше нужно было все обязательно привязывать к основам марксизма-ленинизма, то вот сейчас у нас новая идеология, примерно такое же место занимающее, это православие, это религиозные догматы. И, собственно, выступая на мероприятии, где присутствовали представители духовенства, он решил вот показать свою преданность вот этой идее и смешал науку. Вообще с генетикой и генами связано очень много мифов и антинаучных теорий. Например, биолог Петр Горяев заявлял, что гены могут воспринимать звуки, и якобы из-за этого на них плохо влияет мат. Да-да, послал кого-нибудь нахуй и получил мутацию. А вот когда ты в быту, в общении с людьми, тем более с ими детьми, ты допускаешь мат, то каждое слово является мутантным геном. Кстати, если бы Горяев был прав, генная инженерия могла бы выйти на новый уровень. Родился бы человек с неправильным или лишним геном, просто обматерили бы его, и нет проблемы. Очень удобно. Давайте на секундочку представим, что это правда, что мат разрушает ДНК. А почему тогда генные инженеры не пользуются матом для того, чтобы создавать генно-модифицированные организмы? Потому что, в общем-то, это очень важно, некоторые гены иногда выключать, если бы мы подобрали правильные матерные слова для того, чтобы разрушить тот или иной ген. Горяев также был одним из самых ярых адептов Телегонии. Это теория о том, что ребенок наследует гены всех половых партнеров матери, а не только своего отца. Сперма первого самца своим, так сказать, волновым излучением, волновым воздействием, квантовыми, так, своими характеристиками, расписывается на всех яйцеклетках женщины. Если она не девственница, то тогда через нее ты вступаешь в плавный контакт с другими мужчинами и, соответственно, становишься геем. Телегония не сразу была названа лженаукой, ее, например, признали советские селекционеры в 50-х годах прошлого века. В качестве доказательства сторонники Телегонии обычно приводят случаи с кобылой лорда Мортона, который описывал Чарльз Дарвин. Сначала кобылу покрыли жеребцом зебры, но потомства не получилось. Зачем было несколько спариваний с самцами своей породы, и каждый раз рождались жеребята с признаками зебры? Сам Дарвин считал, что это проявление архаичных признаков древних предков всех лошадиных видов. Как, например, до сих пор иногда рождаются люди с хвостом. После множества экспериментов генетики и биологи пришли к выводу, что Телегонии не существует. Парадокс заключается в том, что тогда, если бы это была правда, девушка, которая хотела бы иметь максимально здорового ребенка, могла бы вступить в связь сначала с самым красивым мужчиной, которого нашла бы потом с самым умным, потом с самым сильным, потом с самым богатым, предприимчивым. И после этого, зарядив свое биополе от всех этих мужчин, она могла бы уже выйти замуж за любого чувака, а дети у нее были бы суперкрутые, с лучшей комбинацией всех самых крутых признаков. Почему-то такая интерпретация сторонникам Телегонии обычно не нравится. Но Горяев не только активно продвигал идеи Телегонии, но и зарабатывал на этом. Например, он предлагал женщинам избавиться от влияния прошлых мужчин через специально разработанную им методику. Надо взять свою первичную информацию. Когда ты была чистенькой, так сказать, если ты в себя самую ввела информацию с помощью наших технологий, а это можно сделать, то, значит, ты очистишься. В отличие от академика Кудрявцева, к ученой степени Горяева есть вопросы. На его сайте указано, что он защитил кандидатскую диссертацию в МГУ о докторскую высшей международной аттестационной комиссии. Но эта организация не имеет права присваивать научную степень. Можно сказать, что Горяев был фальшивым доктором наук. Но это не мешало ему выпускать книги и выступать в странных передачах на телевидении, где он, например, говорил о вреде УЗИ. Молекула ДНК обладает, понимаете, она в водном растворе, она звучит постоянно. Она издает сложную мелодию с повторяющимися музыкальными фразами. Облучая ультразвуком, таким же, как УЗИ, и что я слышу? Вместо сложной мелодии одна унылая нота осталась. Это означает, что мы с помощью ультразвука стерли огромный пласт информации с молекулой ДНК. Также Горяев заявлял, что он открыл некий волновой геном. Якобы ДНК содержит информацию в виде волны и может передавать ее на другие носители, например, в лазерный луч. Все бы ничего, но псевдоученый предлагал этой технологии лечить людей. На его канале, например, есть видео с отзывами на некую жидкую матрицу, при помощи которой пенсионеры пытались лечить некроз. Это болезнь, при которой отмирают клетки организма. И обычно она приводит к ампутации конечностей. Жидкая матрица, вот так вот она выглядит, привозится она в замороженном виде. Мы его набираем в такой шприц и стали прикладывать к микрозу. Еще мы заряжаем воду, индивидуальная матрица. Включаем индивидуальную матрицу, ставим наушники и, собственно, потом отец это вводит ее. Если про кудрявцевые телегонию вы могли не знать, то про самую популярную лженаучную теорию последних месяцев точно слышали. Речь, конечно, про вирус против русский, который якобы создают в американских лабораториях в Украине. Этот миф активно распространяют и пропагандисты, и военные, и даже президент. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. Есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия. И в него охотно верят, потому что он частично основан на реальных фактах. Например, американские лаборатории действительно существуют в разных странах, и этого никто не скрывает. Биологические лаборатории есть по всему миру, где угодно. Обычно в лабораториях занимаются исследованиями существующих патогенов, для того, чтобы лучше уметь от них защищаться, для того, чтобы отслеживать будущие эпидемии. Но по мнению микробиолога и бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, американцы в этих лабораториях не просто проводят исследования. Они якобы собирают генетический материал славян для создания оружия. Исследования велись по трем направлениям. То есть первое направление – это изучалась эпидемическая обстановка в местах будущего размещения войск НАТО или Соединенных Штатов Америки. Если быть точнее, второе направление – это изучение генотипа славян. И третье направление – усиление патогенности с использованием методов синтетической биологии. Никулин уверяет, что генетический материал из славян американцы собирают в России и соседних странах уже более 10 лет. Интересно, что микробиолог обвиняют в этом сразу и НАТО, и ЦРУ, и даже мормонов. Мормоны вот еще буквально 5-10 лет назад проводили какие-то генеалогические исследования. Саентологи проводили программы по продлению жизни, по исследованию наследственных заболеваний. То есть самые различные организации, фирмы, фонды, коммерческие, некоммерческие занимались этой работой. В 1999 году директор ЦРУ Джордж Теннет поставил задачу перед военно-промышленным комплексом США создать патогены, которые будут этнически специфичными. Вот на эту программу они и работают. Сама идея биологического оружия, которое работало бы против определенного этноса, не новая. Например, по данным WikiLeaks, в 70-х годах в ЮАР существовали секретные лаборатории, в которых военные пытались создать биологическое оружие, опасное только для чернокожих. Но на самом деле создать этническое оружие практически невозможно. По крайней мере, при сегодняшнем развитии технологий. В первую очередь из-за того, что сегодня этносы на Земле очень сильно перемешаны, особенно среди близких народов. Поэтому, например, украинцам бессмысленно создавать вирус против россиян. Потому что генетически отличить украинца от русского, ну, вы сами понимаете, невозможно. Особенно учитывая, сколько украинцев сегодня живет в России и сколько русских живет в Украине. То есть близкие народы, они настолько перемешались, что это просто абсурд, который не надо даже доказывать. Но почему-то эта теория заговора до сих пор гуляет, живет. И никто не стесняется нести этот бред с экранов телевизора. Россия и Украина это в значительной степени одна популяция. То есть мы слишком генетически похожи для того, чтобы можно было бы предположить, что какой-то патоген избирательно будет действовать на русских или на украинцев. Это нонсенс, просто нонсенс. Ну хорошо, даже если гипотетически представить, что кому-то удастся создать этнический вирус. Хорошо, сделали вирус, который нашел какую-то незначительную разницу между русскими и украинцами. Невозможно представить какую, ну, допустим, давайте мы себе представим. Хорошо, и вирус заражает только граждан России, хотя Россия, опять же, многонациональная страна, где живет огромное количество этносов. Ну, допустим, допустим, хорошо, они внесли только те этносы, которые живут на территории России, и он заражает только граждан России. И он абсолютно безопасен для граждан всех других стран, для Украины, для Америки, для Австралии. Окей, давайте представим такой антинаучный бред. Но автор этой теории не учитывает, что вирус он не постоянен, вирус он мутирует. И даже чисто теоретически, выпустив вирус, который будет убивать только русских или, например, только славян, нужно понимать, что уже через несколько там перерождений этот вирус мутирует и начнет спокойно заражать все другие этносы. Поэтому это просто какое-то безумие, и сложно поверить, что кто-то реально нечто подобное начал бы делать. Как только вы сделали какое-то такое, в кавычках, генетическое оружие или этническое оружие, оно дальше будет эволюционировать. Любой вирус, у него нет задачи заражать какую-то конкретную группу людей, какого-то конкретного человека. Этот вирус будет мутировать. И дальше он будет мутировать совершенно непредсказуемым образом. И рано или поздно он ударит, в том числе и по тем, кто его пытался создать. Это, да, если мы обойдем ту проблему, что очень сложно вообще такой вирус создать. Кстати, интересно, что и до войны в Украине Никулин был частым гостем в пропагандистских программах. Но тогда он рассказывал, что американцы искусственно создали коронавирус и даже добавили туда фрагменты ВИЧ. То есть они создали этот вирус, на 80% это вирус SARS человеческий, тяжелого респираторного синдрома, и до 20% коронавирус китайской летучей мыши, который на человека никогда не нападал, несмотря на то, что китайцы этих летучих мышей едят ели и 5 тысяч лет назад, и 10 тысяч лет назад, и 20 тысяч лет назад. Просто у этого коронавируса не было белка, который позволял ему проникать в клетки человека. А этот рекомендантный белок американские ученые создали, и в нем есть 4 вставки от ВИЧ. Вот это утверждение, в отличие от большинства конспирологических теорий, оно легко проверяемо, потому что мы можем сравнить коронавирус SARS-CoV-2 с другими вирусами, которые известны современной науке, в том числе и с вирусом иммунодефицита человека, и показать, что все совпадения с ВИЧом, они абсолютно случайны. То есть, если возьмете два разных текста, возьмете Пушкина, там, и войну, и мир, естественно, у вас будут какие-то короткие, там, может быть, пару слов, которые совпадут и там, и там. К слову о коронавирусе, во время пандемии появилось особенно много мракобесов. Я говорю об антиваксерах. Помните все эти протесты против вакцинации? В основном это, конечно, были люди далекие от науки, но среди российских ученых есть одна ярая противница прививок. Это вирусолог Галина Червонская. Она заявляла, что коронавирус не страшнее обычного гриппа, и заразиться им дважды нельзя. При этом в вакцины от гриппа она не верит. Я ни в одну вакцину против гриппа не верю. Я знаю, как вакцины готовятся, я знаю, как вакцина вроде бы контролируется, я все эти этапы прошла, и верить в то, что вас вакцина защитит, ну, пожалуйста, ради бога. С 60-х по 80-е годы прошлого века Червонская работала вирусологом в научно-исследовательских институтах. Сама она утверждает, что принимала участие в разработке первой советской вакцины против полиэмилита, но подтверждения этому нет. Как и ее докторской степени. Известно только, что она защищала диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Свои статьи она публиковала в основном в изданиях, которые специализируются на гомеопатии, еще одной лженауки. При этом она также активно выступала в СМИ и на всяких семинарах, где отговаривала родителей прививать новорожденных детей. Какая вакцинация? Это преступление. Вакцинация в роддоме – это преступление. Не ходите к врачу на эти разговоры один на один. Наслушайтесь, есть ли еще такой убежденный доктор, который, так называемый доктор, и будет требовать от вас, чтобы вы вакцинировались. Обязательно я всем рекомендую, мамам, брать с собой обязательно мужа, а еще лучше – брата-мужа, чтобы был и муж, и брат мужа. Вот тогда они принимают отказ без разговоров. Сила на силу. Червонская много лет выступает против календаря прививок и считает, что вакцинироваться нужно только в крайнем случае. Например, только тем людям, кто предрасположен к какой-то болезни. Особенно активно она хейтит вакцины от туберкулеза и гепатита. Можно подумать, что наши дети прямо из роддома. Девочки пойдут на панель прямо сходу. Говорят же, значит, там 20-30 каких-то там этих, как теперь говорят, партнеров, да? И может быть, может произойти заражение. Значит, они прямо из роддома и на панель, новорожденные. Поэтому их охраняют. А в голову им не приходишь. Тогда, когда они, может быть, кто-то и пойдет на панель, иммунитет уже закончится. Тот, который, вот начался, который они пытались воспроизвести в роддоме. Ну, а мальчики, простите, пойдут по бабам грязным. По ее мнению, прививки не только вредят детям физически, но даже влияют на их характер. Принуждение к прививкам, насилие обязательно есть ответная реакция. Мы ожесточаем детей. То, как работают вакцины на самом деле, во время пандемии не изучил, наверное, только ленивый. Но если вы вдруг забыли, вот вам напоминание. Мы познакомили наш организм, наше тело с вот этим вот кусочком безобидным этого патогена. А наша иммунная система естественным образом умеет делать так. Она сталкивается с чем-то чужеродным, с чем-то, что раньше не было в нашем организме. И дальше такие клетки иммунной системы, которые в состоянии вот это распознать, вот эти клетки иммунной системы, их становится больше. И в какой-то там их становится так много, что этот патоген, он не в состоянии выжить. Еще одна популярная антинаучная страшилка связана с ГМО. Как бы ни доказывали генетике безопасность генномодифицированных продуктов, люди все еще настороженно относятся к этой технологии. В России главным борцом с ГМО является доктор биологических наук Ирина Ермакова. Она считает, что его используют как биологическое оружие. И появилось ГМО не просто так, а завезли технологию на Землю инопланетяне. Есть информация о том, что они были запущены, технология по их созданию была запущена инопланетной цивилизацией. И сразу возникает вопрос, какую цивилизацию? С целью накормить население, с целью сократить или даже уничтожить наше население. Конечно, гуманоиды не могли просто закинуть модифицированные продукты на Землю и улететь. Надо, чтобы дальше ГМО кто-то распространял. Поэтому, по мнению Ермаковой, инопланетяне просто договорились с американцами. Была такая программа, программа «Есть сокрытие». Это договор, который подписали американцы с инопланетной цивилизацией. Она называлась «Сокрытие». Никто не должен был знать об их существовании. Любой человек, который говорил о том, что он встретил инопланетный корабль и его разговаривали с инопланетной цивилизацией, признавался сумасшедшим. Ирина Ермакова настаивает на том, что ГМО приводит к бесплодию. Она даже проводила эксперименты на крысах, кормя их модифицированным кормом. Якобы после этого у них родились детеныши с бесплодием. Но результат этого эксперимента не захотел публиковать ни один научный журнал. Ермакова, конечно, считает это не тем, что она поехавшая, а это просто заговор крупных компаний, которые и производят продукты с ГМО. Но биолог на этом не остановилась. Она заявила, что первыми людьми на планете были гермафродиты женского пола. Ее даже не смущает, что гермафродиты это, в принципе, существа с двумя полами. Но, по мнению Ермаковой, они были именно женского пола, а затем после мутации уже появились мужчины. По словам ученых, сейчас наблюдается всплеск рождаемости гермафродитов в Европе, а вызвано это генномодифицированной картошкой. И сейчас у них всплеск гермафродитов. И уже официально несколько стран признают гермафродитов как третий пол. Гермафродиты это мужские и женские органы. Имеет ли это отношение к ГМО? Имеет. Потому что, например, в одном из картофель мы обнаружили ген. Они, правда, написали, что он там есть. Который это ген, который запускает развитие половых мужских органов. Продукты с ГМО люди и животные потребляют около 30 лет, и до сих пор не было обнаружено негативного воздействия от них. Как объясняют ученые, по сути, модифицированные продукты и растения не отличаются от тех, что выбили селекционеры, или тех, что создала эволюция. Природа занимается генной модификацией в куда больших масштабах, чем человек. И если человек делает это хоть как-то осмысленно, и он понимает, что и зачем он поменял, то природа этим не обеспокоена, как она и не обеспокоена тем, чтобы это было полезно для человека. Но этот страх настолько силен, что им легко и с удовольствием пользуются маркетологи. Вы наверняка видели все эти надписи «без ГМО» на упаковках товаров, где их не может быть в принципе. Такие страшилки помогают в 10 раз дороже продавать всякие органические продукты, которые без ГМО вешают эти этикетки. Доходят до того, что там концерт Стаса Михайлова без ГМО, на рекламе написан, реальный кейс, там, вода без ГМО, сода без ГМО, крахмал без ГМО, презервативы без ГМО. Во вмешательство в земные дела инопланетян верят не только Ермакова, но и некоторые другие ученые. Существует лженаучная теория о палеоконтактах. Якобы человек был создан в результате вмешательства инопланетных сил. Физик Андрей Скляров назвал их богами, подразумевая неких существ, которые в древности спустились на планету. В качестве аргументов ученый приводил легенды шумеров. Человек создавался в качестве раба, в качестве слуги. Вот то, что переключало Ветхий Завет, раб божий. Вот прямое, это прямое от шумеров. Создавался он для того, чтобы богам некой инопланетной цивилизации не надо было трудиться на земле. По версии Склярова, это были мятежники с другой планетой, которые решили укрыться на земле. Тут им потребовались работники, и они использовали неандертальцев или других предков людей, наделив их разумом. Берут местную заготовку, потому что она уже была, я условно их называю, говорящей мартышкой. Это может быть, например, неандерталец. Взяли суть от обезьяны, взяли суть от, это говорящей мартышки, да, взяли суть от бога, перемешали. Причем от главаря сбунтовавших семятежников. Вот, перемешали все это дело, дальше провели несколько экспериментов, получали кучу неудобных, в смысле неправильных вариантов. Причем мы находим отголоски, то есть сначала быстро помирал. В качестве еще одного доказательства существования пришельцев Скляров приводит моллюсков. Якобы у инопланетян была такая же кровеносная система. Есть голубая кровь у тех же асминогов. Это кровь, когда в основе не железа, а в основе медь. И тогда получается голубая кровь не имея гемоглобин, а гемоциамин, так называемый. И очень много тогда по биохимии все срастается. Почему боги посадили людей на зерновое сельское хозяйство? Потому что богам нужны были растения, обогащенные медью и объединенные железом. А именно зерновые обладают таким набором. Никаких научных доказательств участия инопланетной силы в зарождении жизни на Земле нет. Впрочем, и полностью опровергнуть это ученые пока тоже не могут. Известно только, что у всего живого на Земле был первый источник. Но как появилась та самая первая клетка, до конца неизвестно. Единственное место, где есть потенциал для инопланетного вмешательства, это самое начало жизни. То есть сейчас нету сомнений в том, что все, что есть живое на планете Земля, от бактерий до человека, растения, грибы, амебы, все имеет общее происхождение, общего порядка. Потому что мы используем похожие молекулы, у нас похожий генетический код. На самом деле первым народом на Земле были славяне, а русский язык появился еще в Палеолите. Таких взглядов придерживается один из самых известных российских лжеученых последних лет, Валерий Чудинов. Точнее, ученым он был как раз настоящим, доктором филологических наук и профессором. Но его теории заставили многих крутить пальцем у виска. Судя по языку, понимаете, в последние 2 миллиона лет была только одна народность. Она писала только на одном языке, этот язык был русский. Чудинов всерьез уверял, что самым первым языком в мире был славянский, а все остальные появились позже. Когда тюрки на ломаном русском языке туда вторглись, вот они и принесли с собой вот этот искореженный русский язык. То есть на самом деле не германские языки старше славянских языков, а наоборот, русский язык через тюркское посредство стал основой германских языков. И даже английский язык, по мнению профессора, имеет славянские корни. В любом интервью Чудинов с легкостью находил аналогии между русскими и любыми иностранными словами. Тут надо пояснить, что у многих языков мира действительно есть общие корни. Но Чудинов уверял, что в основе всего был именно славянский. У русского языка есть указательное местоимение. То, те, тот. Те. Вот теперь представьте себе, тюрк произносит с придыханием. Он произносит не те, а те. Те. Это постепенно переходит в слово the, что является определенным артиклем в английском языке. Это русское слово the. С годами Чудинов чудил все больше и больше. Он находил и якобы расшифровывал древнеславянские знаки и руны везде. В древних книгах на санскрите, в пещерах и рисунках Пушкина и на археологических памятниках времен Палеолита. Изделия верхнего Палеолита, они помечались различного рода надписями. Ну вот здесь, скажем, изображен бивень мамонта. На нем написано бивень мамонта. Причем в родительном падеже бивень с мягким знаком. Ну как мы сейчас пишем, так писали и тогда. Затем Чудинов начал видеть славянские надписи в геоглифах. Якобы по всей земле разбросаны огромные знаки, которые можно увидеть из космоса. Сам профессор использовал для поиска программу Google Earth. Я взглянул на геоглифы, которые хорошо известны англичанам. И каково же было мое удивление, когда там везде есть малоконтрастная надпись. И везде они свидетельствуют о том, что там надпись примерно такая. Храм Яра. Или мастерская Храм Яра. По-русски? Все по-русски. Слово мастерская так и написано. Ну и это не все. Чудинов настолько преисполнился в своем познании, что начал видеть надписи уже и на Солнце. Для расшифровки он в основном использовал снимки НАСА. Начиная с 2010 года я периодически публикую геоглифы. То есть изображения и надписи на Солнце. Полагая, что его поверхность является неким экраном, который ретранслирует сигналы от иного источника. Например, из центра нашей галактики. И эти сигналы в виде понятных нам изображений и надписей предназначены в частности для землян, прошедших соответствующее посвящение. Он же вообще ищет некие скрытые, полупрозрачные, загадочные знаки везде, где только можно. Трещинки всякие, кракелюрчики, черточки. А там, где их нет, значит, можно разбить прямую Ленину на несколько отрезочков и увидеть в них. Вот это некие, так сказать, символы, проявляющиеся на Солнце. Ну, что могу сказать. Если он не очень последовательный, скажем так, и упорный тролль, то я думаю, что это просто признак, ну, скажем так, определенного типа ума. Естественно, ничего кроме смеха у большинства людей такие теории не вызывают. Одно время у творчества Чудинова были даже своеобразные поклонники в ЖЖ, которые пытались его подловить. Под видом снимков Солнца или исторических карт ему присылали фейковые снимки и просили их расшифровать. Например, про эту картинку ученый написал, что она не очень похожа на Солнце, но славянские надписи есть и там. Можно увидеть в левой нижней рамочке мужское лицо-анфас с опущенными вниз глазами, толстым мясистым носом, тонкими губами, раздвоенной окладистой бородой. Этот лик напоминает лицо русского крестьянина. На глазах надпись. На правом – яр, на левом – рода. Рядом находится достаточно карикатурное изображение, также анфас, что предполагает изображение мима. И действительно, на нем можно прочитать слова «се мим яра». Позже выяснилось, что это отретушированное фото обычной штукатурки. Люди, которым скучно жить в мире, где есть солидные фундаментальные исследования, которые указывают на то, что вот благолица возникает там-то и тогда-то, кириллиц там-то и тогда-то, охочется – чудо. И вот на это, по сути, в общем-то, детское такое вот мировосприятие, конечно, очень работают вот такого рода теории. Возможно, в какой-то момент стало скучной математику Анатолию Фоменко, и он решил заняться историей. Он заявил, что вся известная хронология неправильная, не было никакой античности, древнего Египта и всего, что описано до 11 века нашей эры. Якобы все эти события произошли гораздо позже, а историки описывали одни и те же исторические явления, просто под разными названиями. Например, древний Иерусалим на самом деле был на месте современного Стамбула, Иисус родился в Крыму, а египетские пирамиды построены не раньше 14 века. Одна и та же история была отдублирована, размножена в количестве нескольких экземпляров, и сшиты не как нужно было бы, положив одну на другую, а вытянув по оси времени, получился неверный, очень удлинённый и ошибочный по сути учебник истории. Идеи Фоменко возникли не на пустом месте, в своё время его вдохновляли труды революционера Николая Морозова. Он провёл 25 лет в тюрьме и за это время додумался до того, что в книге апокалипсиса на самом деле изображены созвездия. Якобы автор писания мог видеть такое расположение планет только в 395 году, а значит и апокалипсис не мог быть написан в первом веке, как принято считать в классической хронологии. Морозов сделал вывод, что и все остальные даты неправильны. Позже Фоменко заявил, что расчёты были неверные, но сам метод правильный. На основе астрономических данных он вывел новые даты известных событий. Проспятие Христа, 1933 год, считается традиционно, подлинная датировка, 1185 год. Также Фоменко придумал метод династических параллелизмов. Он сравнивал время царствования правителей разных эпох, какие-то похожие эпизоды в истории, а затем объединял их в одну историческую личность и одну эпоху. Например, согласно новой хронологии, египетские фараоны, римские императоры и киевские князья это всё одни и те же люди. Слева цари и ханы Русско-Ордынской империи с XIII века по XVII век, ну а справа империя Гасбургов за тот же самый период. Здесь нет сдвига во времени, это одна и та же эпоха, но совершенно разные, как считалось до сих пор, династии правителей. Слева, повторяю, цари и ханы Русско-Ордынской империи, а справа империя Гасбургов, якобы чисто западноевропейская. В общем-то, при всём том, что человеческая история чрезвычайно разнообразна и уникальна, параллели, конечно, найдутся всегда. Найдутся какие-то совпадения в длительности периодов правления, найдутся какие-то похожие решения политиков, полководцев и так далее. И дальше, в общем, путём достаточно несложной подгонки. Но все же мы в своё время, делая домашнее задание по алгебре, подгоняли решение под ответ. По мнению Фоменко, с XIII по XVII века существовала огромная империя с центром на территории Руси. По одной версии, столица была во Владимире, по другой — в Ярославле. Называлась она то ли Великая Российская империя, то ли Русско-Ордынская. А в классическую историю якобы вообще вошла под разными именами. Империю мы знаем сегодня под разными названиями, скажем, знаменитая античная Римская империя, Юлия Цезаря, Сулы и Помпея. Она же знаменитый царский Рим, Рамула и Рема, семь царей. Она же Великая Поднебесная, Китайская империя. Она же знаменитый арабский халифат. Еще несколько дубликатов. Она же, кстати, да, она же знаменитая Монгольская империя. Но как же так получилось, что у мировых историков совсем другие данные? А это все заговор и фальсификация. Якобы после развала империи немцы посадили на российский трон династию Романовых и внедрили ложную версию истории. Сделано это было для того, чтобы, во-первых, стереть память о Великой Российской империи, ну а во-вторых, чтобы сделать новые европейские страны наследниками древних цивилизаций, которые на самом деле никогда не существовало. При этом фейком Фоменко назвал и летописи, и древние артефакты, и даже огромные археологические раскопки. Предположим, вы не понимаете, насколько это невозможно разложить фальсифицированные документы по определенным слоям так, чтобы они подтверждали друг друга так, но хотя бы объем земляных работ вы можете себе представить? Вот эта вот убежденность, что фальсифицировать можно все на свете, это совсем не сложно, но это уже убежденность идиот. Новая хронология появилась в начале 80-х, а к 90-м годам приобрела огромную популярность. В перестройку люди особенно охотно верили во всевозможные теории, особенно в те, которые максимально отличались от советской науки. Советские люди к моменту появления новой хронологии, это перестроечные и постсоветские годы, вот это представление о том, что нам всегда, уж историки-то точно врали, надо сказать, не безосновательные, так сказать. Не всегда, конечно, но врали много, со вкусом, масштабно. Вот, оно как раз привело к появлению не только новой хронологии, но и множества других теорий. Новую хронологию активно критиковали историки, математики, лингвисты, астрономы и другие ученые. Российская академия наук проводила семинары и даже выпустила книгу «Антифоменко» с разоблачением лженауки. Но математика продолжали приглашать на радио и телевидение, а издательства до сих пор печатают его книги. Например, только в этом году их было выпущено уже три штуки. А в 2019 году в Ярославле на деньги православных олигархов открылся большой интерактивный музей новой хронологии. В 14 залах на трех этажах вы не найдете каких-либо исторических документов или археологических артефактов. Только инсталляции с реконструкциями якобы исторических событий с центром Великой Российской империи. Ну, представьте, как это льстит сознанию человека, которому хочется, чтобы у него была великая история, великая сегодня, великая завтра, и ничего, что при этом он живет с удобствами во дворе. С авторами новой хронологии часто сравнивают историка Александра Пыжикова. Он также утверждал, что при династии Романовых произошла фальсификация истории. Но сам Пыжиков подчеркивал, что он не отрицает классическую хронологию и записанные в ней события. Но весь вопрос в интерпретации исторических источников. Например, он считал, что никакого татаро-монгольского нашествия не было, а наоборот, это Киевская Русь захватила территории. Ну, нужно понимать, кого жгли и кто жег. Вот где лежал ключ, чтобы двигаться дальше. Не в споре, что жгли или не жгли. А кого? А жгли оккупантов. Откровенных. Вот эта вот Киевская Русь, как мы ее называем, это огромная агрессия шла на восток всегда, вдохновляемая католическим западом. По мнению Пыжикова, начиная с династии Романовых, Россию управляли иностранные силы, которые он называл украинско-польским игом. Да, все тот же коллективный запад, который любят вспоминать сегодняшние патриоты, только без англосаксов и Америки. Где берет основу и черпает основу романовская держава? Она абсолютно, вот здесь можно сказать, не имеет отношения к России. Это конструкция абсолютно украинско-польского замеса, украинско-польской духовности, которая и, собственно говоря, и олицетворяет это в кавычках русско-православная церковь. И вот корни этой романовской России, они располагаются вне самой России. Вот это самое главное. То есть эти люди, узурпировав трон и захватив власть, если говорить нашим языком, они смогли основать здесь ту державу, которая и стала, значит, таким раем для всей этой украинско-польской прослойки, разбавленной затем немцами. Если верить Пыжикову, украинцы с поляками принесли в Россию все самое плохое. Даже крепостное право Романова якобы ввели с подачи интервентов. Они просто копировали образцы, которые были в Речи Посполитой. Вот в Польше на самом деле закрепощение прошло уже 100 лет назад практически по отношению к Алексею Михайловичу. В 1540-х годах это уже все закрепощение там произошло. И, собственно говоря, именно поэтому оно было нужно, поскольку Речь Посполитая существовала за счет поставок сельхозпродукций на международный рынок. Это закрепощение, то есть принудительный труд, который гарантировал бы им доход, он был просто необходим. Этот крепостной труд для них, чтобы из него выжимать все соки в свою пользу. Эту модель они и хотели запустить и реализовать в России. В итоге Пыжиков в своих исследованиях дошел до того, что назвал Сталина освободителем России от украинско-польского ига. Что такое Сталин? Сталин олистворял собой как раз вот эту траекторию, которая вышла с народных слоев, отбросив вот эту вот украинско-польскую линию, украинско-польской шляхты и магнатов, и Киевско-Могилянской академии в сторону и вышла на государственный уровень, на передовые позиции на своей земле. То есть фактически колониальный режим был отсторонен от власти, выкинут вон с нашей территории. Это как раз, на мой взгляд, пример того, что человек до поры до времени, бывший вполне академическим, классическим историком, в какой-то момент утратил контроль за своим сознанием. Но всем этим ученым далеко до масштабов гения современного Леонардо да Винчи, великого изобретателя Виктора Петрика. Так лжеученого называли некоторые журналисты и чиновники. Член четырех академий приписывал себе кучу открытий и достижений, но прославился он в первую очередь благодаря своим фильтрам. Они якобы могли превращать радиоактивную воду в питьевую. Такой прибор можно использовать и дома, и в сложных полевых условиях. Результат ошеломляет. Качество превышает очистку обычным фильтром из магазина в 350 раз. Чистая вода даже внешне отличается, она голубая. Петрик заявлял, что при помощи нанотехнологии изобрел уникальный абсорбент из некой углеродной смеси высокой реакционной способности. Углеродное соединение, насыпать в маленькую тарелочку, активирован процесс химическим способом, и вы увидите, что эти углеродные соединения увеличатся в объеме в тысячу раз. Эти наноуглеродные структуры обладают фантастическими сорокационными способностями, недостижимыми ранее ни для одного материала, который существовал вообще. Он имеет некий патент тоже с какими-то людьми, как это делать. И показывает это как фокус. Вот он поливает некой жидкостью графитовую смесь, и она на глазах начинает пучиться, пучиться, вылезать, превращаться в такую огромную кучу. Оперативно. Химики это прекрасно умеют делать, ну а они делают это несколько иначе, и у них получается все это гораздо чище и более контролировано. Наше маленькое чудо. Достижение российской науки. Виктор Петрик – человек удивительной судьбы, занимательной биографии. Еще в 1984 году он был осужден за мошенничество и покушение на грабеж. Также в молодости Петрик промышлял сеансами массового гипноза. В СМИ его называют академиком, ученым и даже профессором. Но все его ученые степени липовые. У него есть только диплом факультета психологии. В 1997 году он стал членом Российской Академии Естественных Наук. И позже она выдала Петрику степень доктора технических наук. Проблема в том, что это общественная организация, и никаких степеней она выдавать не может. Никаких научных публикаций у Петрика тоже нет. Зато есть десятки интервью и яркие видео с его так называемыми экспериментами. Я хочу показать этот экстремальный эксперимент, чтобы показать, что пришла новая эра очистки воздуха, очистки воды. Это машина. Парашют. Это поразительно. Вы не услышите ни малейшего запаха. Ноль. Ученый, который сделал какое-то открытие, который совершил революцию в науке, он, прежде всего, пытается убедить в этом других ученых. То есть он делает такие эксперименты, такие исследования, чтобы другие ученые посмотрели, сказали, так, Нобелевскую премию этому господину. В этом задача ученого. Псевдоученый, ему это не нужно. Ему нужно, чтобы публика ему поверила. И поэтому вместо того, чтобы излагать свои оригинальные идеи в научных журналах, он идет там на РЕН-ТВ. И Петрик своими успехами обязывает в первую очередь дружбе с влиятельными людьми. Соавтором его патента технологии по очистке воды являлся Борис Грызлов. В середине нулевых партии «Единая Россия», председателем которой был тогда Грызлов, запустила программу «Чистая вода». Подрядчиком по ней стала компания Петрико. В рамках программы они с Грызловым якобы провели испытания фильтров на Челябинском скотомогильнике. Мы провели испытания нашей установки в Челябинске на жидких радиоактивных отходах и на выходе получили питьевую воду высшей категории. Эта работа была проведена под прямым руководством Бориса Вячеславовича Грызлова. Естественно, партии. Кириенко поддерживал, и Шойгу дал нам транспортный самолет. И результаты мы получили фантастические. Сегодня наша установка стоит, и ведутся работы для демонстрации того, чего еще никто никогда в мире не делал. Выделение из воды трития. Это фантастические стратегические успехи. Одно время фильтры продавались с логотипом «Единой России», а в названии некоторых моделей упоминались МЧС и тогдашний глава министерства Шойгу. Будучи спикером Госдумы, Грызлов предлагал сделать программу «Чистая вода» общероссийской и устанавливать фильтр в школах, детских садах и больницах. Представляю, как мелькали доллары в его голове и глазах, когда он подсчитывал возможные прибыли. «Государственная программа сегодня разработана концептуально. О конкретных объемах говорить сложно. По оценкам экспертов, до 2020 года это может составить примерно 15 триллионов рублей», говорил Грызлов в январе 2009 года. А до этого «Единая Россия» успела в качестве теста установить фильтры Петрика в школах и больницах Новгородской области. Тревогу забили журналисты и часть ученых. Они говорили, что фильтры не только бесполезны. Ладно, хер бы с ним, если вреда не приносят, но они еще и опасны. Например, председатель комиссии по борьбе с лженаукой РАН Эдуард Кругляков объяснял, что нанотехнологии в принципе нельзя использовать для очистки воды. Если фильтры Петрика делаются на основе нанотехнологий, они могут представлять опасность для здоровья людей, поскольку могут пылить наночастицами, способными вместе с водой попадать в организм человека. Но в таком случае жители Новгородской области, сами того не ведая, стали подопытными кроликами. Петрик активно судился и с журналистами, и с учеными, а некоторым даже угрожал. Одним из самых активных противников лжи ученого был академик Евгений Александров, который доказывал, что все открытия Петрика не имеют к науке никакого отношения. По его словам, изобретатель на критику реагировал нервно. Мне позвонил и сказал, что я зря обращался в ФСБ, что там должны были сказать мне, что я имею дело с чрезвычайно опасным человеком, и он имеет по крайней мере 20 способов умерщвления людей без оставления следов. А кроме того, он владеет нанотехнологиями, которые позволяют ему индуцировать рак. Роспотребнадзор при этом никаких нарушений в деятельности Петрика не находил. Исследования Санкт-Петербургского водоканала показали, что после использования фильтров в воде повышается содержание аммония, никеля, цинка и посторонней микрофлоры. В 2010 году шум подняли родители в Великом Новгороде, чьи дети в школах и детских садах пили воду после очистки ее фильтрами Петрика. Новые исследования также показали, что эта вода непригодна для питья. Из-за скандала «Единая Россия» постепенно открестилась от гениального псевдоизобретателя. А Академия наук наконец признала его открытие патенты аннулированными. А темнопольная служба запретила использовать в названии фильтр в государственную символику и имя «Шойгу». И программа «Чистая вода» была свернута. Добились того, что были, во-первых, сделаны экспертизы этих фильтров, которые показали, что эти фильтры не являются каким-то сверхреволюционным изобретением, мягко говоря. И в итоге был большой скандал. Этот скандал закончился тем, что проект тут в итоге закрыли. История с Петриком и другими учеными показывает, как легко антинаучная ересь в нашей стране может стать государственным проектом или даже идеологией. Как легко люди верят в сказки про биолаборатории, а уважаемые ученые ударяются в теории заговора и религиозное мракобесие. Во многих странах ибо давно уже лишили звания научных степеней. А в России приглашают на шоу и выпускают книги. Ведь они рассказывают про скрепую, великую Россию и проклятый Запад. При этом, чтобы понять глупость всех этих теорий, чаще всего достаточно базовых школьных знаний. Но в самих школах теперь новые учебники истории и уроки о важном. Так что в ближайшем будущем, думаю, мы услышим еще немало безумных научных гипотез. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Всего. Я вам оставляю желать лучшего. Спасибо. 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 Спасибо.